друзья ну сейчас мы начинаем представлять вам непосредственно уже проект фауста книги издание этого раритетного уникального в этом убедитесь и начну я с того что живите интересной жизнью когда вы погружаетесь в изучение материальной истории какого-либо предмета там картины мебели монеты книги вы настолько обогащаетесь вот я даже услов нет вот сказать вы приобретаете новое знакомство вы получаете много информации в общем я вам могу рассказывать это долго не собираюсь никого убеждать тем более учить вот я хочу сказать что я моя семья мои коллеги мое окружение мы живем настолько интересной жизнью невзирая на какие катаклизмы и вот в качестве того доказательства я вам представляю этот проект другие свои видео вот и рассчитаны они вообще-то на небольшую часть гомо сапиенс я неоднократно это говорю на людей разума почему я так все время говорю потому что если говорить с точки зрения вообще вот какой-то характеристики не в неважно какого социума хоть американского европейского славянского китайского африканского и так далее вот это не я говорю говорят аналитики там медики всякие другие социологи не говорят что общество наше настолько неоднородно что диву даешься то есть ну где-то 30 процентов просто психически больным там каждый пятый не имеет должного образования это в европе тоже подчеркиваю вот каждый там еще какой-то там по моему четвертый вот имеет слабые генетически или какие-то приобретенные эти самые отклонения здоровье которые нарушают него стандартный тип мышления то есть это человек тоже сути был ненормальный дальше еще есть возрастные какие-то то есть человек который старше как говорят статистика 45 он уже работает на аптеку то есть у него наличие лекарств в голове в первую очередь преобладает вот дальше значит каждый тоже там четвертый имеет отклонения связанные с неадекватным восприятием социально-политической информации то есть грубо говоря он зомбирован каким-то определенным там течением короче и того получается что всего там не знаю 10 процентов среди тех с кем можно адекватно адекватно разговаривать и кто вменяемый на мой взгляд а почему вот политики легко завоевывать чем политики страшные там преступные и так далее потому что общество то у нас совершенно я бы сказал так настолько прямо скажу неадекватно тупое что даже говорит нечего вот людей думающих которые еще имеют здоровье то есть человек к 70 там 60 годам 50 годам вдруг осенило он озарение какой-то получил что всю жизнь вот он думал так 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 это же как мы жили в советском союзе вот советском союзе нас говорили что коммунистической диалоге самое лучшее там запад загнивающими там все плохо и так чему это я говорю проекту фауст это имеет непосредственное отношение потому что проект фауст это о жизни ее сути и смерти и вот когда главный персонаж уже был на смертном одре вот вы почитаете фауста вникнетесь во все что вот гениальный гетто сказал человечеству мы с вами к этому подойдем и вернемся все это обсудим потому что этому изданию по содержанию тоже не цены не случайно гетто приравнивается величайшим представителям человечества он включен в число людей которые за всю историю человечества является наиболее яркими не с точки зрения просто вот там даже с к качествами а с позитивной стороны и не случайно он писал свое произведение гениальное пауста 60 с лишним лет вот вы подумайте только над этим это это но даже слов никаких нет поэтому я и начал такой философской так вот я хочу сказать что живите интересной жизнью и вот такие проекты и материальная культура они ваше сознание возвращают в адекват начав изучать какой-то предмет вы изучаете почему он суд а кто его создал а какая тогда была эпоха а почему вот такая особенность отражена вот таким типом производства дальше вы погружаетесь невольно кто обстановку в которой жили люди создавшие вы начинаете анализировать начинаете задуматься когда вы прошли несколько вот таких этапов изучения разных совершенно предметов в разное время вдруг у вас направляются мысли совсем в иное русло подчеркиваю и вы становитесь настолько ну я сказал скажу так глубоко мыслящим и начинаете вычленять что является главным в жизни каким образом куда в какую пропасть ведут те или иные специалисты специалисты в том числе и медики это в том числе ваш непосредственный начальник ваша непосредственная специализация той или специальностью вы занимались почему я так говорю потому что я под первой своей специальности я конечно благодарен тоже я морской океанолог вот я прожил очень интересную первую жизнь свою вот биологическая нам не дала очень много экспедиции южная америка африка но я совершенно не думал о политике совершенно не думал о каких-то социальных расовых религиозных конфликтах течениях я просто ну как бы живут ней было интересно и не плевать было там чё там думают полить какой строй мне главное что вот я наслаждаюсь сейчас вот такой бурно интересная жизнь потом пришло некое разочарование в каких-то когда советский союз рушил тонн это я все имеет отношение к фаусту непосредственно книги почитайте и начните и читать в каждом четверостишья откройте для себя целый кладезь целый мир вы задумаетесь на том правильно ли вас учили в детстве так ли вы правильно все делали в школе так ли вы правильно относились своим предкам так вы правильно относитесь своим окружающим так ли правильно вы ставите цели приоритеты в жизни это все фаусте вот подумайте об этом для кого это играет сейчас я хочу вам показать первый этап того что я говорю да вот с этой книгой с этим проектом который имеет с моей стороны обязательства уже там небольшое количество участников но мне это интересно и мне это нужно я начал тратить свое время вкладывать деньги мне это интересно начал путешествовать я начал встречаться с людьми непосредственно с экспертами я начал изучать какие-то особенности но и сейчас я вам покажу самый первый то есть это бумага вот казалось бы да вот бумага то на чем написано это произведение вот для этого я совершил специальную командировку с этой книгой в швейцарию в город базе где производили бумагу так производит до сих пор правда уже в качестве такой показательной акции вот в то время и откуда какие мне нужно было изучить что является основой базисом да то есть на чем каким образом тогда создавали бумагу каким образом отличается качество бумага и структура и соответственно это влияет на ценность издания такого формата где его издавали и вот начал я с путешествия в музей бумаги создание бумаги в городе базили вот так где я повстречался со специалистами я показал книгу вот это вот фауста да мы посмотрели процесс производства бумаги каким образом в девятнадцатом веке я получил много информации и это все отражено характеристика которые нам с вами нужны как профессионалом специалистом а я являюсь профессиональным оценщиком предметов материальной культуры более того с автором наши уникальные методики которая в плане затратного подхода должна разложить все по полочкам и определить ценность денежную ценность каждого элемента мы должны с вами ничего не упустить как в плюсы так и в минусы вот то есть все что имеет конкретно материально денежную ценность мы должны с вами все скрупулезно изучить и представить это нашему сообществу а также инвесторам ну вот сейчас посмотрите слайд-шоу и внутренности музея бумаги посмотрите как создают бумагу какой этот музей просто вам будет это интересно я на это видео буду ссылаться в дальнейшем в надежде что вы посмотрели и вникли в суть производства кому это не интересно еще более то является коллекционером книг я вам настоятельно рекомендую этот музей или подобные музеи посетить и соответственно вы тогда прочувствуете более резко будете дискутировать со всеми в отношении ценности вашей печатной продукции посмотрите а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это я хочу сейчас еще два слова сказать буквально то я не могу вам поставить интервью со специалистами ну во первых потому что было не этично и неприлично как сказать давайте я там с вами сниму там и так далее вот поэтому я просто это опускаю это у меня есть визитки там как личный контакт уже со специалистами любой момент я могу к нему же теперь уже обратиться и они с уважением относятся к таким людям как мы которые приезжают целенаправленно для того чтобы получить информацию обменяться информации потому что кое-какую информацию о наших славянских особенностях типографского способа печатания каких-то отдельных экспонатах в целом том каким образом мы поддерживаем материальную культуру им было очень интересно и это получается что обогащаешься мы обогащаемся они обогащаются и более того элементы создания бумаги которые я рассказывал про то что мы получили на украине частности и вот в других местах но это я вам могу сказать например вильнюсской типографии вот их тоже очень сильно заинтересовало и я думаю что нам удастся когда-нибудь сделать такую даже небольшую конференцию потому что это заслуживает того вот но сейчас я хочу сказать что когда вы получите такие знания когда вы сами будете печать писать книги сами будете авторами какими являемся мы вот вы будете сами издавать и делиться знаниями с другими вот я думаю что по результатам проекта фауст у нас тоже родится ни одна статья а может быть в дальнейшем мы издадим и отдельная ну какой-нибудь каталожное издание я так думаю есть нас такие основания вот для того чтобы это наше общество узнала об этих великолепных качествах вот подобных элитарных произведений искусства книжного искусства почему как вот смотрите следующее видео вот правда следующий блок будет юридически это очень важный аспект вот ну посмотрите и я хочу сказать что мы движемся вот каким путем таким мы это будем вам выкладывать и все что будет происходить какая будет реакция сообщества или реакции инвесторов или сделку как я надеюсь потому что желающих уже приобрести это издание по секрету скажу уже есть поэтому смотрите следующие серии и движемся с вами только вперед